Дальше всем привет. У нас сегодня очень интересный спикер, и у всех у вас есть замечательная возможность еще, в принципе, задавать вопросы по приему тех вопросов, которые мы сейчас уже посудим, которые запланировали раньше. На самом деле, я думаю, что тот проект Клоустропов, который он создал, он вообще актуальный. И, собственно, как нам принесли. Да, как сейчас? Сейчас лучше. Окей, нужно будет приезжать и сидеть. Раз-раз, поехали. Хорошо. Вообще, расскажи, как появилась идея сделать этот проект на самом деле? Какая, ну, собственно, история, да? Есть какие-то легенды о том, как это получилось, но интересно, вы слышите, а основательно. Я уже часть этих ребят видел на открытом столе, который проходил сегодня в 10 утра, и постараюсь не повторяться. История создания, вроде бы, сегодня не звучала. У нас уже около шести лет есть бизнес по производству основных игры. И года три назад к нам пришел наш очень хороший друг Кравцов Богдан, который на тот момент работал в студии Литвы и в Яндексе, который случайно поиграл в Будапеште, в Гвест. И ему, соответственно, стало интересно создать подобную штуку в России, потому что в России таких развлечений не было. Он пришел к нам, как к малому бизнесу, у которого были какие-то свободные средства, которые мы могли тратить. Сказал, друзья, встретил такую штуку, крайне интересно попробовать сделать собственное. Давайте попробуем. Мы с Зачем-то согласились и попробовали. И это, скажем, был эксперимент. Мы были полностью готовы расстаться с теми деньгами, которые инвестировали в строительство первой штуки. Так, возможно, даже комфортно. И, в общем, мы сделали первый квест к России, но потом череда случайностей людей и хороших людей, которые... Случайностями и случайно. И, в общем-то, вот так и появилась клаустрофобия. Еще, на самом деле, нам говорили, что, собственно, есть рекламный определенный бэкграунд, если вы все верны, какой-то коммуникационный, например, так не говорили организатор, что есть такая строительская биография. Все верно. Я до того, как перейти в мир настольных игр, в годы четыре было в различных рекламных агентствах. Правда, со стороны аккаунтинга и клиентского сервиса. Потом я решил, что неплохо попробовать поработать на компанию. Я устроился в очень крупный агрохолдинг. И после того, как несколько лет занимался рекламой продуктов из мяса и молока, я понял, что все, надо срочно с этим заканчивать и убегать оттуда. В общем, так появились настольные игры. Окей. Скажи, почему сейчас, на самом деле, ну, как минимум говоря про здесь локальный рынок, такой бум, в принципе, на все эти локальные оффлайн-стори? Путешествия в реальность. Сейчас снова стараюсь подобрать ответ, не совпадающий с моей сутренней версией. Но глобально в России такой бум, а сейчас он правда самый большой в мире, произошел из очень яркого всплеска. То есть одномоментно нам повезло, и все медиаканалы рассказали про то, что есть такая штука. Мы использовали все свои знакомства по предыдущим бизнесам, то есть статьи про квесты, как править развлечения, как править бизнес. Выходили как во всех профильных журналах, так и в экономических. Мы зачем-то всем рассказывали, что, друзья, потрясающий бизнес, крайне легкий вход, минимум начальных инвестиций, максимально быстрая окупаемость. Да-да-да. Это, во-первых, позволило нам найти достаточно большой пункт партнеров, с которыми мы начали работать по франшизе. Во-вторых, создать себе гигантский пункт конкурентов и компаний, которые старались сделать тот же бизнес. И на текущий момент в мире, эти цифры я уже правда называл, нет такого числа квестов нигде. То есть там больше всего, наверное, все еще в Будапеште около 40 квестов, уже в Москве более 500. Это создало гигантскую конкуренцию прямо к тому, что этот рынок трансформировался из очень узкого и узкосигментированного рынка для гиков. То есть там те штуки, которые в Будапеште, они совсем не интересны. То есть там комнаты без антуража, с минимальным числом новых и уникальных задач, а гигантская конференция на рынке Москвы в первую очередь привела к тому, что продукт начал очень-очень быстро трансформироваться, очень быстро увеличиваться в стоимости. И там сейчас стоимость одного квеста хорошего, это уже где-то 8 миллионов рублей, и продолжает расти. Все квесты, которые до сих пор строятся в мире, чуть-чуть дешевле, иногда на порядке, независимо от Европы, Штаты, Азии. К чему это связано? Отсутствие конкуренции и, собственно, отсутствие рынка как такового, потому что когда это просто несколько замочков, ультрафиолетовая лампа, порой там ты ищешь несвязанные штуки, несвязанные каким-то сюжетом, это не так интересно. Мы стараемся сделать продукт, в котором люди достаточно ли не боково вооружаются, в ту или иную реальность, чувствуют себя героями той истории, в которой они участвуют. И сейчас ощущение после хорошего квеста, это как ощущение после кино. То есть ты либо, условно, грабил банк, либо совершал побег откуда-то, либо спасал планету, и через это... И так как сейчас очень большое число профессионалов из всех сфер рынка трудится над созданием квестов, мы пришли к тому, что на текущем время я склонен предполагать, что это размещение становится все более и более классическим и традиционным. Ну и очень хочется верить, здесь тяжело загадывать, что так это и останется. Интересно. Но получается, что в России, здесь, в Москве, намного более требовательные, собственно, пользователи? Да, да, сейчас, конечно, игроки Москвы самые требовательные в мире, я думаю. А с чем это может быть связано? Это усталость от, допустим, того онлайн или жажда личного твоего экспириенса, который очень отличается в объеме других стран? Что это может быть? В чем это? Мы все люди, мы любим социализироваться и как-то проводить время в действиях. Когда у нас есть свободное время, выбор из размещений, он не то чтобы очень широк. И каждая новая ниша, которая позволяет как-то интересно, с толком проводить время, получать удовольствие, мне кажется, будет крайне востребованной. Ну, то есть, там, сейчас, когда у меня есть свободное время, я думаю, чем бы заняться, посидеть с друзьями, сходить в кино, театр, картинг, раз в два года, пинтбол или путешествие. А когда это просто, там, вечером в четверг хочется что-то сделать, выбор сокращается до кино и, скорее, в картингу, и, там, до театра. Как только появляется что-то еще, чего не было раньше, что по эмоциям, по погружению дает абсолютно те же ощущения, как и кино с театром, этот вид развлечений становится крайне востребованным. Если говорить о людях, в конечном счете, это, естественно, все для людей. Если описываете аудиторию, то кто сейчас эти люди, с точки зрения отрасли, с точки зрения своих ожиданий? Сейчас это масс-маркет продуктов в частном виде, и наша аудитория, можно ставить на крайне, между той аудиторией, которая ходит в кинотеатрах. То есть, понятное дело, что ядро – это какая-то более прогрессивная часть 18-25, а потом в стороны расходится равномерный граф, и там играют совсем маленькие действия. Школьники по утрам прогуливают школу наших квестов. Мы вводили оплату картами в Москве как предоплату, поняли, что что там случилось с утренними играми, и очень сильный спад. Потеряли школьников, отменили оплату утренних сеансов, и вернули, возможно, школьниками прогуливают школу. Иногда я сам с удивлением обнаруживаю, что играют и совсем пожилые люди. Недавно я видел команду, состоящую из трех очень милых бабушек, которым примерно 75 лет, которые прошли квест и справились. В общем, значит, и педагоги тоже приходят в школу по утрам уже. Педагоги, думаю, приходят, но... Но если бы говорить про это ядро, с тех, по сути, с кого все это начиналось в определенных трансаторах, то какие мотивы, мне кажется, у них, если бы немножко покопался, еще вполне темно, что еще? Прямо того, что да, это мотивы генома, мотивы, это включение, которые есть, что еще может быть? Ну, то есть, понятно, молодые трансы, с одной стороны, которые их объединяют, попробуют что-то новое, рассказывают другим, но, может быть, какая еще особенность у этих людей есть для человека незамечаемых? Здесь, скорее всего, сложно сказать, но мы с Сталин, перед нашими игроками, какие-то интеллектуальные, логические задачи, с которыми они справляются. И здесь, скорее всего, присутствует некий правильный адреналинный всплеск, правда, которого на тебя дают время, на тебя дают обстоятельства, ты справляешься с ними, у тебя там чуточку повышается самооценка, ага, я догадался, ага, я справился, я смог. Ну, возможно, еще и это. Если говорить про то, как люди себе квест выбирают, в зависимости от того, это школьники с утра, или уже более взрослые люди, или те самые бабушки, то с чем это связано, то есть как-то замесили от закономерностей? Ну, здесь исключительно ценовая особенность, жанровая особенность, то есть, естественно, сеансы имеют разную стоимость, в зависимости от времени дня и дня недели. мы четко понимаем, что студенты стараются ходить по будням утренние часы, пока это дешевле, школьники, соответственно, тоже. вечерами у нас офисные сотрудники, а по выходным это в основном семейное развлечение, и родители приходят с детьми. В общем, есть некий тренд на то, что детям крайне нравится все трогать, пробовать, исправляться с задачами. Родителям нравится, как их детям, не знаю, можно употреблять термин образования, но чуть-чуть учатся взаимодействовать с миром, соответственно, по выходным это отдых семей. Ну, поскольку мы здесь, в любом случае, как можно поспорить все, что мы находимся в Москве на фестивале рекламы Red Apple, то, если говорить о рекламе, можно ли говорить о каких-то уже, возможно, ваших идей о партнерствах с какими-то брендами, с какими-то проектами, может быть, что-то уже делали, что-то планируете, или вообще, если этого нет, то как это сейчас видится? Ну, так как у нас основная тема этого открытого стола бренда в играх, скорее расскажу про нескольких удачных, нескольких менее удачных и смешных кейсов. Первый раз с нами начали взаимодействовать бренды более года назад. Компания EFES с брендом MIGR вышла к нам с предложением сделать специальный промо-квест под их рекламную кампанию осенью, связанную с Хэллоуином. Нам показалась эта идея интересной. Мы сразу сказали, что не готовы допускать любую джинсу в рамках нашего вест упоминания в прямом виде их продукта и так далее. Тем не менее, ребята осознанно на это пошли. Здесь нужно быть честным с собой и с вами. Это алтоголь. У них очень мало каналов для коммуникации. И зарабатывать себе пиар-вэль им сложно. Если они не делают что-то уникальное. Здесь они пошли чуть-чуть ва-банг. Мы построили вместе с ними квест «Заброшенная фабрика масок». Вся рекламная кампания выстраивалась на том, что там люди должны были купить какое-то количество «Будлокмиллер», получить маску. Под маской был код. И с помощью этого кода они попадали в квест. Удивительным образом этот кейс оказался настолько удачным, что у них на 30% увеличились продажи. В тех сетях, где проводилась акция, по всем телеканалам, до которых смогли встречаться их пиарщики. Это освещалось в качестве интересного пиар-повода. Был первый кейс, когда европейское руководство компании EFES приезжало в Россию, чтобы посмотреть, что же сделали локально. С тех пор бренды крайне часто начали скучаться к нам и предлагать те или иные варианты взаимодействия. Есть какие-то органические хорошие истории. То есть я уже в течение года пытаюсь сделать так, чтобы главной офис компании LEGO согласился сделать нам несколько вагонов кубиков, чтобы мы могли сделать квест из кубиков LEGO. Но европейская бюрократия тоже существует, это крайне долгая история. Мы очень долго смеялись над Сбербанком, который очень старательно и старался к нам войти. И в течение года они говорили, друзья, у нас есть приложение для мобильных телефонов «Личные финансы». Давайте вы сделаете квест «Сбербанк. Личные финансы». Мы говорили, что, друзья, у нас так ничего не получится. Круче, наверное, были только ребята из компании Lexus, которые тоже, по-моему, три раза приезжали и говорили, что, слушайте, у нас выходит новый Lexus, у него гигантский багажник, и нам нужно, чтобы вы сделали квест про наш Lexus и привезли нашего гигантского багажника. С компанией Lexus у нас тоже ничего не получилось. Тем не менее, тем или иным образом сейчас, конечно же, в наших квестах потихонечку появляется крайне аккуратно тот или иной Product Placement. Пока результаты, которые есть, говорят о том, что это хороший рынок, правильные вложения. То есть в этом году мы пробовали историю с сеттлингом. И компания EON бесплатно давала энергетики игрокам перед началом игры. Они даже проверяли статистику, насколько энергетик перед началом квеста помогает справиться с квестом. И он остались крайне довольны. Сейчас просит годовой эксклюзив. Службы такси очень сильно почему-то борются за нас. И там сейчас происходит удивительная борьба между Uber и GetTexy. Кто же из них будет возить наших игроков и давать им бонусы. Но там, правда, крайне высококонкурентный рынок. И они стараются очень активно себя проявлять. В общем-то, мы пошли по пути, что решили дружить и с теми, и с теми. В итоге там сейчас Uber будет бесплатно возить игроков на наши квесты. В течение 2016 года будет очень крупная акция с такси на год, которая будет среди наших игроков. То есть серьезные бренды потихонечку начинают смотреть на этот рынок. Достаточно большая аудитория. Достаточно, опять же, нужно быть честным, платежеспособная и умная аудитория. И, соответственно, брендам крайне интересно зацепиться, пока это тренд и пока аудитория именно такая. Говоря о product placement, о котором я вам упомянул, какие вы для себя, скажем, выдвигаете критерии, чтобы сделать все таким образом, чтобы он не раздражал людей, чтобы он был максимально нативным, уменьшим? Что вы учитываете? Или, может быть, все-таки есть какой-то чек-лист против того, что вот эти кричи у нас точно не будут из такой категории, допустим? У нас нет каких-то товарных категорий, которые находятся в черном листе. Ну, то есть мы начали с алкоголя, что уж тут теперь бесполезно говорить, что есть какая-то черта, которую мы не хотим переступать. Вот была эта черта, мы сразу переступили. Но, тем не менее, речь идет именно о подаче, и для нас, скорее, квесты — это, условно, какой-то приз, который аудитория зарабатывает. То есть там сейчас довольно много различных акций и механик проходят в рамках клаустрофобии, там, «Рост Телекома» и «Ролл плюс Адвенчур», в рамках российской акции, там, разыгрывают квесты как главный принц. В какой-то квест они немного интегрируются, но, в общем, наш департамент маркетинга крайне серьезно следит за тем, чтобы не было такого, что игрок за собственные деньги попадает в какую-то реальность, сталкивается с какими-то брендами, которые со стены, там, начинают отвечать «Купи меня! Купи меня!». Вот. Мне кажется, что какой-то тот правильный баланс в рамках product placement, который стоит выдерживать, мы выдерживаем. То есть, там, деньги не являются тем критерием, что нам платят немножко больше, и мы соглашаемся, там, со Сбербанком, там, подтверждение. То есть агентства, которые курируют Сбербанк, в итоге чуть-чуть стали за год служить, а от нас нет. В итоге сказали еще раз, давайте просто сделаем онлайн-квест вместе с вами, и мы наконец-то согласились. Вот. Но здесь довольно жесткая позиция, что это совсем-совсем легкое упоминание максимум. То есть время от времени это даже история не про рекламные бюджеты и деньги. У нас был довольно показательный кейс, который меня крайне сильно удивил. Это было года три назад. Выяснилось, что российский офис Coca-Cola очень любит имуджинариум, и там сотрудники главного офиса российского очень быстро на него подсели. И представители компании приехали к нам и спросили, друзья, у нас есть очень клевые медведи наши новогодние, без брендинга, без всего. Не хотите ли вы в новую версию игры вставить одну варточку с нашими медведями? Мы честно напишем, что имуджинариум любимая игра Coca-Cola. Мы подумали, что вроде нормальная история. Сделали это, и Coca-Cola во всех своих соцсетях с миллионами человек написала, что вот, друзья, я представляю нашу любимую настольную игру. Интеграция происходит постоянно. То есть когда есть хороший продукт с одной стороны, искать какие-то пути с прикосновениями легко и просто. В общем, стараемся их искать. Ищет вопрос, что есть какие-то, собственно, неудачные кейсы. Это вот как раз те случаи, когда бренд приходит, не понимая, собственно, как себя наработать, по сути, что он подлогается. Или какие-то все-таки неудачные интеграции? А если говорить про неудачи? Я, наверное, очень надеюсь, что это сильно не пойдет дальше. Были какие-то неудачные решения с нашей стороны. К нам в этом году пришла компания TOOC Sandwich, которая занимается сэндвичами и печенюшками. Сказали, друзья, вот та же механика сэндвинг на локациях. Нам было бы крайне приятно, если бы бесплатно вашим игрокам предлагались наши сэндвичи. Мы с ними договорились и каким-то образом пропустили момент, что на все локации глаустрофобии поставили сэндвичи с запахом сыра и еще чего-то, запах от которых был настолько въедливый и настолько сильный, что через день наша партнерская группа ломилась от постов. «Друзья, что мы сделали, как?» То есть клевые вкусные штуки, но держать много в открытой пространстве, видимо, никто не пробовал. Мы столкнулись с какой-то сложностью, с которой не хотели бы столкнуться вообще. Ну и достаточно большое количество рекламных агентств, брендов напрямую, стараются выйти и стараются каким-то образом сделать так, чтобы это была совсем рекламная история. Как я говорил, ни морально, ни физически к этому не готовы. Скорее всего, никогда до этого не дойдем. Окей, здорово. Ну что ж, я думаю, на самом деле можно перейти к части вопросов-ответов зала. Мы, наверное, микрофона дождемся. Здравствуйте, Катя Волкова, Катя Сечка, ты меня фамилия, не важно, Краснодар. Я про Ваши вопросы очень много знаю, у меня куча друзей в Москве, которые просто Ваши фанаты. У меня два вопроса. Во-первых, по поводу проекта, который новый, насколько я знаю, Ваш. На огромном пространстве что-то типа перенос игры, да? Да, да, да. И чуть-чуть поподробнее. И второй вопрос относительно команды, кто разрабатывает идеи квестов, вообще сколько людей трудится? Спасибо. Сейчас офис клаустрофы — это около 50 сотрудников. Есть команда сценаристов, которые разрабатывают и дорабатывают квесты. Это 8 человек. В основном у нас франшизный бизнес. И так как изначально была выбрана модель, что мы не дуплицируем наши квесты в рамках России вообще, мы в свое время сделали ставку на вест-туризм, и удивительным образом она сейчас довольно интересно начинает искрабатывать. Мы стараемся, чтобы наши будущие партнеры сами приходили с какой-то идеей, чтобы они горели какой-то темой какой-то идеей, а дальше мы просто помогаем им докрутить сценарий до правильного и хорошего, либо, если не совсем хотят это сделать, делаем за них. Касательно новой истории мы довольно часто пробуем новые форматы. В прошлом году мы попробовали формат перформансов, вели актеров, и формат оказался удачным. Мы очень долго мечтали, года два назад, что пиком нашей деятельности станет история, похожая на тип ВМО. Я не знаю, глупо или нет. В Нью-Йорке это прекрасный театр-променад, когда на площади около 9 тысяч квадратных метров происходит игра везде. То есть есть пять этажей гигантского здания с потрясающими декорациями, и по «Леди Матлетт» происходит спектакль, но нет заметных мест. Ты можешь наблюдать с любого угла те или иные сцены, перемещаться по всему пространству, более детально погружаться в историю, потому что ты можешь трогать любые вещи, с которыми только что взаимодействовали актеры, но ты можешь вмешиваться в игру актеров. Мы хотели сделать в России аналогичный проект. Как только мы вышли на финальные топ-5 идей, которые мы хотели бы делать, я очень долго бился за 19.84 и бифу проиграл, потому что наши инвесторы сказали, что друзья в России делать что-то по поровну, вас закроют до премьеры. Я до сих пор горю этой идеей, рано или поздно к этому вернусь. Но на момент финального подписания инвестиционного пакета, это был в декабре 2014 года, доллар стоил 85 рублей. Мы все как-то подумали, что, наверное, мы подождем пару лет и на всякий случай отложим этот проект. Пока его отложили. В этом году мы сделали чуть-чуть меньшую историю, не на 400-500 человек, пока на 45. На заводе «Кристалл» наши партнеры и ребята, которые делают квесты, создали проект «Москва-2048». Это интерактивный спектакль, достаточно новым и для нас, и для всех жанр, потому что игроки могут взаимодействовать с актерами. Там полторы тысячи метров прекрасных постапокалиптических декораций, и в течение двух часов игрокам будет представлена полная свобода действий. И я еще не был и не играл, мне сейчас тяжело рассказывать, как это здорово, или наоборот, что у нас что-то не получилось, потому что пока не попробуешь, очень тяжело делать выводы. Но та работа, которая проведена над антуражем, над декорациями, просто титаническая. Хороший театральный режиссер сейчас занимается постановкой. В воскресенье в это я схожу поиграть. И там где-то, по-моему, с 20 декабря уже, если все будет хорошо, будут нормальные игры. Я надеюсь, что это некий новый жанр, который также найдут своих поклонников фанатов. — Ну, то есть, еще пока это междуценивает? — То есть, какого-то из-за актеров? — Вот прямо сейчас идут круглосуточные прогоны актеров, суетятся и бегают куда-то там. 20 инженеров, электриков, программистов подключая игры, проверяя все. И очень хочется успеть сделать это до нового года. Я думаю, что мы справимся. — Спасибо. — Еще вопросы? — Микрофон просто? — Все прекрасно слушали без микрофона. — Здравствуйте. Меня зовут Настя, я из Омска. Хотела сказать, что Ваши проекты очень востребованы у нас в городе. На полустрофобию люди записываются за месяц. В случае с имморжинариумом недавно мой друг сделал татуировку с одной картинкой с карточкой имморжинариума. То есть, да, там масштабы фанатизма уже доходят до пределов. И у меня тогда даже не вопрос, а предложение. Очень не хватает мерча с карточками имморжинариума. Еще один мой такой же город и друг. У нас, например, компания. Товарищи очень хочется в футболку с одной из карточек. С рисунками. Они очень красивые. Это то, на что обращают внимание люди в первую очередь. Когда любят игру, когда ее держат в руках всю красоту. И очень не хватает, не знаю, чехов на футболок. Вы как-то думали над вот этим направлением? Потому что контент очень крутой. Картинки, вот эти все дизайнеры, которые с вами сотрудничают, переработают. В общем, как-то развивайте направление, пожалуйста. Я на другу на федерождение просто подарок делаю. Решите, пожалуйста, проблему. Проблема решается легко. Можно написать, просто попросить о исходной картинке. У нас подписаны лицензионные договоры со всеми авторами. Ничего страшного, если мы передадим кому-то, чтобы человек напечатал на чехле или футболке. Отвечая на вопрос, почему это до сих пор не произошло, бизнес с настольными играми мы вообще передали на управление. Надо было выбирать, каким бизнесом заниматься совсем серьезно. Клуд страхобии перетянул на себя дело. Мы в свое время почти дошли до момента, когда мы хотели выпускать чехлы футболки и крошки штуки для фанатов тех иллюстраций, которые там есть. Но в итоге чуть-чуть хватило времени и не закрутили. Я обязательно сегодня исполнительному директору скажу, что ОМСК ждет. Я передам. Скажите, дайте мне консекцию. Мы как-то по Imaginarium устраивали вместе с Artplay выставку иллюстраций. И я вообще не очень сильно верил в эту затею. По-моему, даже сфера была обратная, к нам пришел Artplay. Сказал, друзья, у нас есть выставочные площади, а у вас есть представящие иллюстрации российских иллюстраторов. Давайте мы их просто намещадайте, мы их повесим. Будет бесплатная выставка. Мы сказали, ну, нам несложно, давайте мы это сделаем, но вряд ли люди пойдут на это. Достаточно сильно ошиблись. По количеству пустителей нас только обогнала история с Ван Гогом «Ажившим балом». Я был крайне удивлен и поражал. Бизнес-вопрос относительно франшизы как раз-таки. Вот какой примерно срок окупаемости в среднем? Потому что вы сейчас говорите, что это фричайлинговые бизнесы, и вы им штабируетесь только так, да? Ну вот сколько примерно можно по годам привезти? Мы говорим про Краснодар, например. Мне сейчас убьет наш директор по продажам. В регионах у нас есть квест от Краснодаря. Краснодар – один из многих региональных городов, где у ребят все в порядке. И там окупаемость проектов около 15-18 месяцев. Вообще клаустрофобия очень сильна в Москве. Мы занимаем около половины, даже большую часть рынка. В регионах, так как продвижением занимаемся региональным не мы, в каких-то регионах мы сильны на все хорошо. И там окупаемость проектов от полутора до двух лет. В каких-то регионах у ребят что-то не получилось, не хватило многих качеств, не хватило искры, задора, не хватило знаний в продвижении или средств на продвижение. То есть там есть ряд городов, где наши франшизы уже текущие, вряд ли когда-нибудь окупятся. Почти потеряли Казань. И есть 6-7 городов в разных России. То есть у нас очень хорошо. Быстрая окупаемость. И есть, мы сейчас, по-моему, около 22 городах. И история в остальных 16. Где-то окупаемость будет около 3-4 лет, что неплохо, но уже чуть-чуть медленно для малого бизнеса. В каких-то городах, где в силу тех прямых причин эта история пошла плохо, скорее никогда. У нас очень низкая история наблюдений. То есть для правильной аналитики нужно иметь какое-то большое прошлое, чтобы сделать прогнозы этому рынку в России всего два года. Если говорить не про жизненный цикл квеста, про его как рынка, здесь мне вообще очень тяжело делать все или иные прогнозы, а про отдельную локацию и квест, то здесь, скорее, это десятилетие. Связано просто с тем, что у квеста, как у сущности, крайне низкая проходимость. Так как в течение часа максимум может попасть только 4 человека на классический квест. Даже те квесты, которые работают круглосуточно, всего 12 сеансов, мы получаем всего 1800 человек в месяц. Когда мы говорим про города с населением в миллионы человек, то та аудитория, которая требуется, она ниже просто уровня естественной рождаемости населения. Здесь перспективы довольно хорошие. Осталось сделать только так, чтобы мы не превратились в скучный боулинг, в который все играли, играли, а потом надоело. Спасибо. И вот в конце у нас еще открытие. Я не знаю, кто-то меня слышит, но у меня просто не любопытно. Сколько времени примерно уходит на создание квестового опыта? Спасибо. Сколько времени примерно уходит на создание локации, то или иное, на создание сценария по одному определенному проекту? Просто плюс-минус. Создание сценария по одному квесту – это, как правило, около месяца. Строительство квеста здесь все очень сильно зависит от той команды, которая работает. Сейчас средний период строительства – это около шести месяцев. Совсем сложные технические квесты могут строиться вплоть до года. Надеюсь, ответил. Спасибо. Спасибо. А у вас есть квесты за рубежом? Да, есть. У нас одна из задач стояла достаточно интенсивное и экстенсивное развитие квестов за рубежом. Мы открыли квесты в Нидерландах. У нас работает квест в Амстердаме. Немножко медленно строимся там. Мы месяц назад запустили площадку в Берлине. И тоже там только еще на 30% надо еще достраивать строится. В декабре мы запускаемся в США и в Дубаях. Нам довольно сильно повезло с тем, что мы попали в тренд. На текущий момент франшизы проданы практически по всему миру. То есть везде, практически во всех европейских странах, за счетом скандинавских, сейчас строятся наши квесты. США, Азия. Я буквально через три недели буду еще в Бангкок смотреть, как они там строятся наши квесты. То есть в Бангкоке активно развиваемся. И сейчас стараемся еще больше в скорость развития чуть-чуть хиджировать те риски, которые у нас есть сейчас здесь. То есть в Бангкоке активно становятся там не новатором, не новатором или все-таки контекстом, который уже существует? Бесспорно, на зарубежных рынках мы не можем дать такой же всплеск. Все очень сильно зависит от тех партнеров, которые работают там. Но про новаторство скорее новатор, потому что та модель, по которой мы хотим и рекомендуем развиваться, мы уже берем лучшие российские квесты и просто перевозим их куда-то, что позволяет заявить на рынок о том, что вот так должен выглядеть этот вид развлечения, вот так должны выглядеть правильные квесты. Я очень надеюсь, что в рамках 2016 года мы достроим, запустим огромное количество локаций по миру, и развитие будет довольно быстрым. У нас только один человек за эти вопросы. Кто-нибудь еще? Я могу еще не спросить. А у вас есть первые, которые с другом покупают франшизу, а не русские ребята, москотворяющие, а не страны, которые как-то узнали, где-то услышали, почему бы и нет. И так, и так. Я думаю, что процентное соотношение примерно 50 на 50. То есть 50% — это выходцы из России, которые в свое время переехали в те или иные страны, услышали, решили попробовать себя на этой нереи бизнеса. 50% — это иностранцы, которые либо случайно оказались в Москве и поиграли, посмотрели, или из каких-то каналов про нас услышали. Так как нам повезло войти в какой-то трендовый рынок, достаточно большое количество западных телеканалов приезжает в Россию и берет интервью. Недавно для Аль-Джазиры вы давали какое-то интервью, и после этого мне скинули ссылку, где я открываю рот. Человек сразу говорит на фарси, в общем, очень смешно. Возможно, скоро и туда поеду. Упоминание Аль-Джазиры и шесть рук сразу. Окей, ну вот, да, у нас девушка во втором, я думаю, на последнем слове. У нас есть короткий вопрос для области. Хотелось бы еще не спросить, вы только сделали этот онлайн-квест или вы так с ним ничего не сделали? Мы сделали онлайн-квест. Сейчас на главе нашего сайта, а, или уже акция закончилась, по-моему, заквачивалась. В общем, там в течение месяца примерно в качестве первого квеста висел совместный квест от гластрофогии из Бербанк. Имел довольно мало отношения к нашему бизнесу как таковому, но тем не менее мы постарались сделать так, чтобы ребята сделали... Вот если была ваша готовка, да, то есть вы для Бербанка прибыли какой-то аналитик? Соответственно, с нами, да. Да. И какие показатели были вновь, в том числе, в том числе? Хороший вопрос. Я даже не знаю, закончилась эта акция или нет. В смысле, у нас есть достаточно большой департамент маркетинга, который занимается аналитикой по всем тем вещам, которые у нас происходят. и маркетингового отсчета за ноябрь еще не было, поэтому... Мне было интересно, насколько это находится популярность в онлайн? Ну, у нас сейчас достаточно неплохие показатели, как мне кажется, для сервисного сайта, причем для специализированного сервисного сайта. То есть, если я... То сейчас мы в среднем уходим на цифру 400 тысяч уникальных прописателей ежемесячно. Вот. Что... Not bad. Соответственно, пока, вот прям на текущий момент времени, все бренды, которые интегрировались и работали с нами совместно, имеют крайне положительный бэкграунд. То есть, там, возвращаясь к этой истории с брендом Мивер, они были номинированы, заняли, по-моему, второе место на ЭПФе с этой историей, а еще какие-то рекламные конкурсы, в которых они участвовали с этим кейсом, как первопроходцы, про них также заявляли. То есть, на момент 2015 года 15 брендов, с которыми мы тесно сотрудничали, имеют очень положительный бэкграунд, очень хорошая цифра. То есть, по полной цифры, по Сбербанку часто очень не поделюсь. На все остальные сдавали. На все остальные сдавали. Спасибо. И вот, кажется, еще на концерт вопрос. Бывает ли какой-то негатив у игроков, которые не прошли квесты? Насколько это вообще частая ситуация? И подкручиваете ли вы в итоге как-то сложность игры в большую или меньшую сторону? И когда разрабатываете, как вы понимаете сложность, выбираете ли у вас фокус-трубан, который вы тестируете, чтобы потом было интересно. Спасибо. Снова начну с конца. Это не совсем фокус-группа. Но перед тем, как любой квест выходит на конверческие рельсы, до этого происходит достаточно большое количество тестовых игр. То есть, мы зовем игроков, которые вообще не играли в квесты, зовем игроков, которые прошли от 0 до 10 квестов, от 10 до 20, приблизительно после 100 тестовых игр мы понимаем среднее время прохождения, мы понимаем процентовку прохождения, мы понимаем какие-то моменты, на которых большое количество игроков сталкиваются с трудностями, что-то нужно подкручивать. То есть, для нас важно, чтобы идеальный квест, это квест, который проходит со своими статистической командой за 59 минут, 59 секунд, и мы с помощью тестовых игр стараемся этого добиваться. Тем не менее, есть сложные квесты, владельцы которых не хотят их упрощать, и с крайне низким процентом прохождения. Ряд игроков, наоборот, выбирают свои квесты только по сложности и приезжают только в сложные квесты. Какое-то время высшая лига что-то и когда телевизионщики узнали про нас, прошли десяток квестов, после того, как они поняли, что квесты легкие и средние, они проходят средние за 15-20 минут, они перестали ходить на легкие и средние квесты и начали ходить только на сложные. Соответственно, игроки выбирают по сложности. Мы во время тестовых игр стараемся сделать так, чтобы добиться этого параметра максимального прохождения команд за максимальное время. Соответственно, есть случаи, когда игроки, конечно же, не проходят. Чем сложнее квест, тем эта вероятность больше. Совсем негатива нет. Я сейчас довольно редко бываю на наших локациях и вижу эмоции людей. Тем не менее, когда мы только-только начинали этот бизнес, еще присутствовали на всех играх, которые проходили. Но обычно, чем более взрослые и образованные люди, тем сильнее фрустрация, когда они не справляются. Редакция журнала «Афиша» выходила, и еще минут 15 плакали, что какие же мы тупые, как же так вышло, это же все достаточно элементарно. Игра, в которой участвовал Тема Лебедев. Там было четыре взрослых мужика, арт-директора, его студии. На тот момент у нас еще были довольно… попадались такие задачи в квестах. Сейчас уже нет, но им нужно было в столбике что-то посчитать. Четыре взрослых человека не смогли с этим справиться. Они 10 минут… А там трехзначное число, нужно было немножко двузначное число. У каждого из них… Это было в школе, конечно же, но прошло 25 лет. Они ни разу это не использовали в своей жизни, и этот скил ушел. Было очень смысл наблюдать, они вышли, и, в общем, они были довольно сильно расстроены. Здорово, здорово. Ну что ж, Сергей, большое спасибо, что нам присоединились сегодня. Большое спасибо. Спасибо.